Божий Божий, садитесь, пожалуйста. Место священного Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава. Я буду читать с 15 стиха. Евангелие от Матфея, 15 глава, вернее, с 21 стиха, извиняюсь, с 21 по 28 включительно. Матфея, 15, 21. И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирский и Сидонский. И вот женщина, хананьянка, вышедшая из их мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, просили его отпустить ее, потому что кричит за нами. Он же сказал ей в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она подошедшая кланялась и ему говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал ей в ответ, «Нехорошо взять хлеба у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают от со стола Господы их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Я думаю, это всем нам знакомая история. Если мы смотрим на этот текст, если так можно сказать, не сильно углубляясь, а так поверхностно размышляя, можно сказать, что это очередная история о проявлении Божьей милости, которую мы видим на страницах Священного Писания. Это очередное чудо, которое Христос или Господь сотворил более две тысячи лет назад. И как бы это чудо не стоит в стороне других чудес, о которых мы читаем в Библии, оно просто, наверное, одно из многих, на которые Господь обращает внимание, и мы видим все еще на Писании, которые Господь сделал, как я сказал, две тысячи лет назад. Но здесь есть некоторые моменты, на которые я хочу, чтобы мы с вами сегодня обратили внимание, остановились кратко и поговорили. Эта история, как я уже сказал, может не отличается от других историй милости Божьей, но я бы сказал, что есть несколько моментов, с чем она может, или вернее отличается от других историй. Во-первых, это то, что Господь впервые выходит за пределы Палестины, в страны Тирские и Сидонские мы читаем, в страны Языческие. Повторяю, Господь делает чудо на расстоянии, если можно так сказать, не в виде объекта нужды. В-третьих, мы встречаемся с Иисусом, наверное, не часто, мы это видим на страницах Писания, где достаточно резко разговаривать с человеком, который пришел к нему с просьбой просить его о чем-то. И в этом случае о милости. И в-четвертых, мы слышим заключение. Это возглас самого Иисуса Христа. И вначале стоит эта буква в русском языке «О» – «женщина». Иисус не часто такое говорил, если мы внимательно следим и читаем Священное Писание. Но на те моменты или те разы, когда он говорил, я думаю, что это стоит обратить наше внимание, чтобы мы внимательно могли посмотреть на это. У каждого из нас есть много нужд. У кого-то может больше, у кого-то меньше. Но я думаю, я сто процентов скажу, что у каждого есть нужды. Мы часто просим о наших родственниках, о близких. Мы обращаемся к Господу, может, днями, месяцами, годами. О родственниках, о нуждах личных, церковных, друзей, близких и тому подобное. Я думаю, что мы согласились со мной, что у каждого есть нужды. Но и у многих есть та же нужда, которая разрывает их душу. Потому что Господь по какой-то причине не отвечает на ту или иную нужду. И проходит время, проходит долгое время, и Господь молчит. Если среди нас есть таковые сегодня, это история для вас. В первую очередь, это история для меня. Ну и для каждого из нас. Я хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на то, что значит ходатайствовать за кого-то в молитве. Мы с этой кафедры часто слышим о нуждах нашей церкви, которые не есть и есть. И хотел обратить внимание, каким образом мы можем получить от Господа ответ. На что Господь обращает внимание в нашей жизни? На какие моменты Господь смотрит в нас? Хотел обратить наше внимание на пять шагов, чтобы Господь услышал нашу молитву и два момента испытания, реакции Иисуса Христа на большую просьбу, которую мы видим в этом контексте. Итак, первое, чтобы получить ответ от Бога, Бог смотрит на то, где мы находимся. Где мы с вами, братья и сестры, находимся в тот момент, когда мы приходим к Господу с какой-то нуждой, либо за себя, либо за кого-то? Тут написано в этой истории, что женщина вышла из тех мест. Тир-Иссидон, это были, если мы немножко историю знаем, это были языческие места, как я уже сказал, это были темные места. Этот мир поклонялся всему подряд, кроме истинного Господа. Там чтили все, кроме Бога Живого. Надо выйти из тех мест или из того места, где нет поклонения Господу, прежде чем мы будем что-то просить у Господа сегодня. Сколько людей молят много о своих детях. Это, наверное, самая такая чувствительная нужда. Но сами, находясь в тех местах, которые совсем не угодны Господу, сами живут неправильной жизнью, а просят у Господа, чтобы их дети жили правильной жизнью. Чтобы Бог услышал нашу молитву, нам самим надо выйти, освободиться от тех грехов, которые действительно держат нас, чтобы Господь нас услышал. Это важный момент. Я бы сказал, это такой пример. Невозможно просить у Господа о наших детях, чтобы наши дети перестали пить. Это такой явный пример, когда мы сами балуемся этим. Так не работает. Не можно просить у Господа, чтобы примерить семью наших детей, когда у нас в самих семье хаос. Это настолько зависимость. Если мы проследим на странице Священного Писания, Господь именно ставит вот эту зависимость между нашими лишними отношениями с Ним и о том, что мы просим у Господа других. Господь сказал, надо выйти. Женщина вышла. Второй момент. Мы все мы молимся с вами. И в принципе наши все молитвы, если мы так обратим внимание, они все где-то чем-то похожи, схожи. Ничего нового можно сказать. Я думаю, кто постоянно приходит в церковь, слышит, наверное, постоянные молитвы. Господи, помоги, Господи, помилуй, Господи, прости, открой, войди, дай пройти, дай, 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 не дай. Всем нам знакомые слова. И тут встает вопрос, почему Господь одним отвечает, а другим нет. Некоторые из нас могут думать, что есть какая-то формула. И да, и нет. И тут ответ очень прост. Господь, обратим внимание на эту женщину. Она кричала ему. Она ложила весь, всю свою душу в эту просьбу, с которой она пришла к Господу. Ей было все равно, что о ней думают люди, ученики, кто там находился. Мы часто, наверное, стараемся как-то выкладывать Господу молитву в определенных словах, чтобы она как бы хорошо звучала. И это все на своем месте. Я не против этого. Даже ученики просили, чтобы Иисус научился их молиться правильно. Это хорошо. Но как спросили одного святого в 10 веке, как нужно правильно молиться, Он сказал, не важно, что ты говоришь, важно, как ты говоришь. Участвует в нашей просьбе все наше естество. Он в одни плоти своей сильным воплием и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благовение. Евреям 5.7 Я думаю, что нам было не по себе, если бы мы действительно услышали молитву Иисуса Христа сегодня. Часто наши молитвы, они заучены. Господь хочет, чтобы мы действительно полностью всем нашим существом присутствовали в той момент, когда мы просим Его о чем-то. Третий момент. Женщина, как я уже сказал, кричала Христу. Она пришла ко Христу с просьбой. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и уклоняющимся ко лжи. Псалтеет 39.5 Благословен человек, который надеется на Господа и у которого упование Господь. Иремия 17.7 Сегодня мы можем видеть такое явление. Люди ищут супер проповедников. Супер пасторов, которые, мы думаем, по нашим меркам могут иметь какие-то определенные заслуженности от Господа. И люди обращаются, идут туда, чтобы услышать, чтобы над ними помолились, чтобы рассказать им просьбу. Это неправильно. Господу это противно, когда мы полагаемся на человека, мы с вами прочитали. Есть один, который может нам точно помочь. Он имеет авторитет. Он только один имеет на это право. Эта женщина, будучи язычницей, знала, кому ей надо было прийти. Четвертый момент. Помилуй меня, Господи. Если мы читаем внимательно текст, тут, наверное, какое-то логическое несоответствие. Надо было бы сказать, что, Господи, помилуй мою дочь. Женщина пришла заради своей дочери. Но она говорит, Господи, помилуй меня. Многие беды наши детей имеют, наверное, какие-то корни, связанные с нами. Эта мать понимала, что она нуждается в милости от Господа. Ей нужна милость. Она просила себе. Причины во мне, недостатки моих детях. Может быть, где-то какие-то причины начинаются с нас. И это серьезная самопроверка. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, черри иерусалимские, «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Еще один хороший пример. Это вторая книга царств. «Смутился царь и пошел в горницу над воротами и плакал. И когда шел, говорил так, «Сын мой, Весолон, сын мой, сын мой, Весолон, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя, Весолон, Весолон, сын мой, сын мой». Плачет Давид. Всем нам известная история про плачет царь. И не благодарить, можно сказать, Господа за то, что он убрал войну, которая образовалась, ну, что ли, из-за Весолома, то восстание, которое было в народе, то революция. Он плачет о своем сыне. Как-то странно, нестыковка идет. Он плачет о сыне, который создал большую проблему в то время. Это вызывает недоумевание, наверное, у Ява. У народа что происходит? Господь помог, все остановилось. В этом плаче есть одна проблема. Если мы внимательно обратим внимание на жизнь Давида, а не плачет он о себе. Ведь был момент, когда Авиасолон возвратился обратно в Версалим, и Давид не желал видеть своего личного сына. Это, как так называется, человеческое полупрощение. Был момент, когда Давид мог что-то изменить, что-то сделать, но Давид этим не воспользовался. И что-то дало. Пятый момент. Дочь у меня жестоко беснуется. Там не было никакого лечения от этой болезни. Никаких таблеток не существовало. Я бы сказал, сегодня даже не существует от этой болезни. Это самая ужасная болезнь. Если, я думаю, кто из вас наблюдал или имел возможность присутствовать при человеке, которым беснуется, это, наверное, неописуемое состояние. Я думаю, что и в сегодняшней недуге. Я уверен, что сегодня нет таких лекарств, которые бы действительно могли исцелить, кроме Господа. Есть все остальное, которое просто помогает или на время это останавливает. Дочь жестоко беснуется. Это страшная картина. Мы попадаем в этот духовный мир. Эта мать говорит, плачет, кричит о своей дочери. Она понимала, что в тот момент ей никто не может помочь, кроме Иисуса Христа. Эта мать говорила правду. Мы иногда заглаживаем углы о том состоянии, в котором мы находимся. Сегодня мы имеем страшное влияние демонических сил мира на наших детей, особенно на поколение сегодня. Голливуд, социальные сети, интернет. Мы лишь как родители, имея свою экспириенцию, являемся одним из ресурсов многих сегодня, которые влияют на наших детей. То, что, наверное, не было много лет назад. Очень правильно Господу говорить ситуацию, которая на есть. Она сделала, что могла. Она пришла к Господу, и тот ответ, Бог молчит. Он не отвечал ей ни слова. Иногда Бог не отвечает, и Бог оставляет за собой право. Когда? Как? Ответить. Может сразу. Может помолчать. Может долго не отвечать. До того времени, что уже ученики говорят ему, Господи, отпусти ее. Мы не знаем, сколько она кричала, сколько этот процесс продлился, но я так понимаю, что ученикам уже просто было не по себе. В этом случае... И это испытание, претесестры. В этом случае можно было обвернуться, но женщина могла сказать, я тебе сказала мою проблему, Господи, я вижу, что ничего не поможет. Я возвращаюсь, и я ухожу. Но она поступает по-другому. Стих 25. Она подошлась, кланялась ему и говорила, Господи, помоги мне. Можно развернуться, уйти, а можно начать поклоняться, как она сделала. Я, как я уже сказал вначале, языческая женщина, которая была абсолютно с другой стороны и со стороны, которая не принадлежала Божьему народу. Часто мы в нашей жизни тоже можем обижаться на Господа, потому что мы не получили то или иное ответ в нашей жизни. Но, как я уже сказал, женщина начала делать по-другому, она начала поклоняться. Попробуем в нашей жизни, когда мы не получаем ответ в тот момент, начать поклоняться Господу. И казалось бы, что она прошла все испытания, но следующее испытание было еще хуже. Стих 26. Бог называет ее псом. Она сказала, что она не... Вернее, Господь сказал, что она нечистая. Прежде того, чем Господь нам дает что-то, Он с нами работает. Женщина пришла просить за дочь, а Господь работает или начинает работать с ней. Мы ходатайствуем за кого-то. В первую очередь, Господь будет работать с нами. Это такой принцип. Есть вещи в нашей жизни, которые мешают Господу работать в нас. Он работает с тем, что внутри нас. И женщина говорит, казалось бы, что она могла еще раз уйти, развернуться, но она поступает по-другому. Она знает одну вещь, что Он только ей может помочь, что у Господа лишь только есть результат. Она соглашается с тем, что Он и сказал. Она прошла все, но Господь мимо такой веры не прошел. Для Бога нет ничего невозможного, братья и сестры. Бог делает вещи в ответ на великую веру. Но Господь хочет увидеть эту веру в нас. Мы не должны останавливаться. Я призываю вас сегодня, каждого из нас, кто имеет особую нужду, чтобы мы могли не останавливаться. нет ни одного случая в Новом Завете, чтобы Иисус проигнорировал просьбу. Он либо оттягивал, либо молчал, но всегда в заключении отвечал. И это должно нам дать большую гарантию. У Господа есть ответ. Давайте помолимся, чтобы Господь не прошел мимо нашей веры. Ему пускай будет слава. Аминь. Господь, благодарен тебе вот этот утренний час за это слово, которое в первую очередь ты напоминаешь мне, чтобы я имел веру доверять тебе в тех ситуациях, которые ты посылаешь в мою жизнь. Знаю, что ты проведешь и ты всегда рядом, даже когда ты молчишь. Гласы и дальнейшее кое-служение, песнопение, чтобы это были наши названия для твоей славы. Аминь. Аминь.